всем привет мы с вами здороваемся по нашей традиции уже из машины оттуда привет там спит всем привет. Что ты пьешь? Какао? Алиса. А что ты пьешь? Алиса привет говорит тоже. Ты в садик пойдешь? Пойдешь. Хорошо. Но только не завтра. У нас как бы хорошая погода, но помните, когда я была, те кто смотрел после Греции на самоизоляции, я говорила я говорила о том, что есть чем заняться на самоизоляции, так вот я скажу вам, что нечем заняться может и есть чем, но с двумя детьми я беру свои слова обратно с двумя детьми особо не разбежишься. Тоже нет, точно нет, извините. Вот, короче, делать нечего, но сидеть дома, погода хорошая, тоже не хочется. И мы решили выехать. Мы первый раз так выезжаем куда-то подальше с Алисой, и я пока не знаю, как все будет, потому что ест она каждые 2-3 часа, и сейчас мы посчитаем, что через 3 часа она будет кушать. Короче, мы едем в Терватас парк, там где вот эти вот домики гномиков, но мы, конечно, у нас по латвийской традиции все закрыто будет, ну как латвийская традиция, я сейчас объясню, что я имею ввиду. Все закрыто будет, потому что у нас ЧП в ситуации в стране. Еще там закрыты домики, но она так выразила, что, видимо, какие-то деревянные, которые без дверей не закрыты. Но, в принципе, домики, смотровая площадка, что-то еще там было, не помню. Ну, короче. А, эти раты нельзя взять, коляску нельзя взять, эти, которые кота от детей. Я надеюсь, что хотя бы туалет открыт. В общем, все закрыто там, но я уверена, что в латвийской традиции билет будет стоить столько же, что дешевле они не сделают. Ну, хорошо, хотя бы там по парку, на свежем воздухе можно погулять без сертификата. В отличие от зоопарка. В отличие от зоопарка, да, потому что в зоопарке нельзя. Так что мы едем туда, я надеюсь, что там будет детская комната хотя бы открытая, я смогу там покормить, переодеть. И тогда мы сможем там еще часик где-то погулять и потом обратно доехать успеем. А больше просто нечем заняться. Все закрыто. Вот, и, например, я понимаю, что у меня сейчас вот Олег. Ну, это вот, оговоримся, это нечем заняться и тем, у кого нет сертификата, а остальные там могут пойти, кино открыто, театр открыто. Ну, должно быть, на всяком случае. А надо проверить, будь игровые комнаты открыты, нет? Нет, не открыты вроде, как еще. Частные, которые открыты, которые можно снимать, например, для рождения и так далее, и можно поснять. В общем, ну да, ну вот правильно, тем по правилам, как бы заняться нечем всем, у кого ничего нету, кто без бумажки. Вот, так что, как бы, что я хотела сказать еще? А, например, я понимаю, что вот сейчас Алисик, надо купить шапочку такую, которая чуть поплотнее, потому что даже маленькие эти шапочки тоненькие, которые на врожденном типа это, и очень многие, очень многие маленькие уже. Кстати, и бодики 56-го, которые размером мы купили, вот они и уже маленькие. Короче, мне, например, надо купить шапочку. Я, честно говоря, не знаю, какого размера ей шапочка надо. Я пришла бы так в магазин какую-то примерила, чуть-чуть потеплее, потому что если куда-то гулять, вот даже сейчас, ну, так хочется, что-то уже пушки были закрыты. Я же не могу такого маленького ребенка без шапочки, да, бы наводить на улицу. Ну, в общем, мы разоболтались. Короче, мы едем туда, попробуем там покормить, попробуем погулять, и потом, короче, посмотрим, как у нас пробанная такая заездочка подальше. Если все будет нормально, если все хорошо пройдет, то, может быть, мы даже как-то на следующих выходных или через выходные съездим, ехать в класс, прокатимся, посмотрим. Вот, что еще рассказать вам? Что-то я хотела рассказать и забыла. Ну, ладно. Ну, может, собрать хотела, что-то. Одной рукой руку Костику, другой рукой камеру держу. С животом. Я надеюсь, я говорю, мы сейчас идем, я такая, говорю, я надеюсь, что у них детская комната, где туалет хотя бы отапливается, то я смутно представляю переодевать. Переодевать по корону, да? Нет, покормить как раз таки еще, ладно, только я верну, а если переодевать. Короче, приехали. Все ли, какая погода красивая. Видите, солнышко светит. Где-то плюс 5, плюс 6, наверное. А? А, сюда это москутники, на свадьбу даже походят, замочек по вершим. Может, мост держится просто на этом замочке. Вот. Все закрыто. Ну, с другой стороны, когда и людей будет мало. Могли бы хотя бы тогда парковку дезисплатно сделать. Да, Костя? Да. Ты что-нибудь видишь вообще? Да. Нет? Ну, а что тогда не поправляешь? Ну, вот пока Аленка там покормит Алису, мы решили взять попеченник. Костя, что ты будешь? Чай. Чай будешь. Хорошо, мы будем чай. Мы будем чай. Не, какао ты уже пил. У тебя правильный бы выбор. Это чай. Берем чай. Ну, все. Костя, чай. Костя, у тебя чай? Да, у тебя чай. Ау, папа, лата. Хорошо. Сейчас ждем мамы и пойдем. Да, нормально у тебя наклеено. Ну, ты прям, конечно, ему, ну ладно. Все, походи так, потом с ними. И с руками еще все нет с ними. Ну, вот мы все сделали все свои дела. Все выпили уже, слоил кофе. Кто-то потерял... Или это было свое все-таки? Нет, это был свой кофе, но кто-то потерял свой чай. Нечайно. Нечайно, я даже не знаю, куда он его делал, но... Да, Алисина, да. Сейчас пойдем посмотрим, я бы еще на самом деле... Ну что, билет столько же стал? А, не знаю, я не смотрел. Ну, сколько ты заплатил-то? 12 евро. Да, тогда столько же, 6 плюс 6. 6 плюс 6? Ну вот, я бы сейчас бульончик горячего выпил бы. С удовольствием. Сейчас посмотрим, есть ли он такой. Вот, 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 там от впереди. Вот, Алианна, расскажи, как ты... Как мы... Ну, интересно, что это? Как мы... Не, ну, как мы первый раз выбрались, просто... Да не поеду, блин. Пошли, фигу, где в комнату. Все нормально, все пола комната, отапливаемая. Пока я переодевала, Дима одеял костика потеплее, что-то... Ну, штаны, которых можно толкать. Я Алису переодела... А, два памперса. Я говорю, слушай, переодевать час или подождать? Там он говорит, ну, 1-2 типа, 1-1 час, можно потом обратно. Я пошел за... Один на... Обратном пути, со что, переоденем. Короче, я ее переодела. Что? Ну, сядь, посиди там. Я переодела один памперс ей. Говорю, только не подписывай, пожалуйста, пока я тебя переодеваю. Ну, знаете, потому что у нас одна пеленочка была с собой. Короче, переодела ее. Они вышли, я думаю. Ну, покормлю ее. Только взяла ее на руки, слышала, кто-то у нас сделал большие дела. Я... Блин! Нету, да? Короче, у нас остался же один памперс. Ладно, думаю. Ну, что делать? Ну, я ее покормила. Думаю, буду переодевать ее. Ну, что делать? Ну, переодела, короче, сняла памперс, наверное, да? Все, как я и думала. Поэтому мы брали всегда с собой пять. Не, пять это у нас на день. Да. Короче, переодеваю, переодеваю ей этот памперс. Ну, блин, какой вырос, да? Уже все, никого не ждет, побежал вперед. Он сегодня, кстати, здесь что перебил. Мы пока были дома. Он обычный папа на ручке, на ручке, там, то подобное. Я видела, что он спасался один. А вот здесь уже вниз, он стоял возле, я уже стоял возле двери выходной. Хорошо, что он не может... Не, он доставит. Он доставит, но он не может... Куда ты пошел без нас? Костя, поворачивай направо. Еще не в 17-е. На право поворачивай. У меня еще до 17-е нет, стой. Костян. Константин, нам в другую сторону. Туда нам. Нам туда. Ну, вот, короче. Сняла я этот самый... Ну, короче, переодеваю. Ой, блин, извините, если кому какие подробности перематываете, короче. А, ну, вы обычно, конечно же, смотрите нас с утра, а там завтракаете. Ну, нет, ну, не обязательно, ну, просто... Не-не-не-не, туда не пойдем, Костя, прямо-прямо-прямо. Прямо, прямо-прямо. Нам поплял на ее куцель. Короче. Я начинаю переодевать памперс, предложила новую памперс, и она начинает продолжать. Продолжать, да? Что это дело? У нас памперс остался? Нет. Ага. Это второй уже был. Как мило. Я такая, блин, а? Бежи. Бежи. Беги. Ну, блин, хорошо, там салфеток много было. Я давайте салфетки подкладывать быстро. А она как начала писать фонтаном, блин. Что, она хорошо, так? Нет, она попала мне на кофту, весь перенальный столик описала. А мы ждем и ждем, думаем, ну, нифига, мама так долго. Да, вставай. Аккуратненькость надо быть. Ну, давай, давай. Если упал, надо вставать. Вот. Короче, здесь перенальный столик. Хорошо не попала себе на одежду она. Короче, и на памперс тоже чуть-чуть только попала. Я опять давай все быстро вытирать, пока я это все вытерла. Там все-таки, я понимаю, что там другие детки придут, все, там уже было вытереть, почистить. Почистила, вытерла. Она в это время, естественно, начинает ногами туда-сюда, перепачкала все свои носки нахрен. Я эти носки пока сняла. Ну, как бы, естественно, я такая думаю, что делать. Ну, на памперс там, короче, вытерла. Ну, я не знала, что делать, реально. В итоге я просто все, что смогла, я убрала салфетками. Подложила немножко бумагу в памперс, ну, чтобы ей хотя бы сухо было. Ну, как бы, относительно. Ну, вот так вот мы идем гулять. Я не знаю, импровизация наша, все. Ну, посмотрим, будут очень мыть-то, да. Ну, если расплачется, поедем в магазин и поедем домой. Не знаю, что еще делать. Не, ну, в магазин зайдем, если по пути же есть этот лац и там подобное, там, посмотрите. Все, что могло произойти, произошло все. Единственное, что она уснула, слава богу. Вот сейчас, как бы, это. Вот. Ну, я ее, так, у нас еще одеялко есть, я ее замотала еще, чтобы у нас она тепло одета. Стоп, стоп, стоим, что ты? Что такое? Что? Ой, какой ты, какой ты уже, какой ты уже чистый. Ой, ну что у тебя сопли, стой. Иди сюда. Иди сюда, нос вытрем. Ну, не руками салфеткой. Иди сюда. И возьми, пожалуйста, варежки, надей варежки. Ну, вот так вот оно, да, вот так мы сейчас чуть-чуть погуляем. Погода отличная. Не, ну, у нас годик был с собой, если что. И переодеть ее у нас, ну, как бы, есть. У нас ков нет и памперсов, это когда. Мы же пришли, чтобы упаковка в нашей велосипеде. Все. Все, все, да, счастюля мой. Красиво тут. Ты под ноги смотри, а не на маму. Кататься на горке мы будем, когда будет зима. Со санками. На саночках. Если будет зима. Ну, будем. Давай, давай, сам. Ну, а сам нет? Без руки. Держи баланс. Держи, да. Так, подожди, стой, стой. Давай, баланс, держи, держи, молодец. Я хотела еще рассказать про садик, короче. Ну, вот, когда у нас ЧС это объявили садиком, непонятно было. Ну, как бы там, типа, можно было ходить. Вернее, они просили ходить только тех, кто работает, чтобы меньше было людей. Молодец. Вот. И, короче, ну да, я не работаю. Соответственно, как бы чисто гипотетически я могла бы не водить ребенка в садик. Но мне поначалу, как бы, с малышкой, особенно их укладывать спать, если одна не спит, вторая хочет быть, короче, мы решили водить. И очень хорошо, что мы так сделали, потому что буквально за пару дней до ЧС объявленного, когда все закрыли, всех дома оставили, у нас воспитательница наша уволилась. Ну, как она сказала, по известным всем причинам, я думаю, ну, как бы, что я думаю, что она имела в виду, что она не захотела получить сертификат, скажем так, не будем говорить. Вот. Короче, она уволилась. А у нас в Латвии очень большая проблема с воспитательницами и с учителями. Короче, у нас нехватка кадров, скажем так, жесткая такая. Ну, и медперсонала не хватает. Я думаю, что это везде, в постсоветских, это все такое. Ну, не знаю. Ну, в общем, я думаю, что в Литве нет такой серьезной проблемы, скажем, то же самое. В общем, короче, и не могут найти воспитателя. Ищут, 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 но найти не могут. И поэтому нашу группу расформировали. Она до этого уже говорила, что если кто-то уволит, то, может быть, какие-то группы будут расформированы. Она расформировали. И так как была третья группа, она была в одиннадцатой группе, третья группа была маленькая. Они отправили детей, которые могут ходить, вернее, которые не могут сидеть дома, в третью группу. И он отправил сам уже там. Нет, ты можешь тут сам. Слушай, ты на свою полку, на стол на свой залазишь на раз-два, а тут не можешь сам. Ну вот. Короче, хорошо, что мы отправили, потому что те, кто вернулся позже, их вообще там в какую-то еще другую группу отправили. Там вообще где только совсем маленькие, типа, а-ля полутора лет. И сами понимаете, лучше, когда ребенок в старшей группе он тянется, чем когда он маленький и будет какой-то ребер. Вот. И о чем? Я думаю, что сейчас нашли вроде воспитателя, и с понедельника у нас будет новая воспитательница. Лестница, да. Мы не знаем еще, как и что там будет. А еще я отправляла ребенка в садик, потому что я очень надеялась, что нужно будет зал какие-то поделки. А пока не надо ничего. Не делай все, делай самостоятельно. Ничего, подрастет. Мне так хотела. Еще все будет. Они сейчас просто... Ну, подожди. Я просто иду полезу, думаю, вот я бы набрала бы каких-нибудь сейчас там шишечек. В следующем году, Аленка, будет. В следующем году. Я из тех вредных мам, которые... А давайте сделаем подделку. Но все остальное нет. Там типа давайте зайдем на шторы, это не... Ну, не, ну я имею в виду там какие-то в чатах я особо не участвую. Но мне нравятся подделки. Мне столько сохранено на Пинтересте идей. Эй, я тебя там не поймаю, если что, ты что? Давай аккуратно только, да? Блин, еще в розовом пальто здесь, вот такое зеленое. Да, мама знает, где ходить, Аленка. Шесть. Шесть там ступенек, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, шесть. Вот тут ты можешь сам руку. Руку сам. Все перетянуто, все закрыто. А, дно оборвано, а? Ну иди, посмотри, что там. Нелегально, тихонечко. Пока никто не видит. Может, кто-то оборвал без нас. Но, как бы, дети как раз проходят под лентой. Да, да, мне кажется, это по-русски. Да, наверное. А, ты решила, что просто дверь нужно закрыть. Ну, в принципе, землянка такая. Я предлагаю, Диме, сегодня картошку пожарить, привыкли. Боже, ты мой, Костя, я думала, там какой-то вход уже какой-то. Ну, как-то так. Вот, да, Костя, так, по полности, а? Вот магия, да. Ну, давай, иди сюда. Нет, тут иди. Там, там, там. Нет, Костя, тут, вниз. Ну, решил по старому пути, да, безопасно. Сейчас у нас скоро будет крика, потому что сейчас уже 4, 15. А нам нужно будет полката вы где-то дома, соответственно, нужно ребенка будет уговаривать. Еще в магазин заехать. За пеленками, за сыром, для картошки. Вот так красиво просвечивается там золотое солнце. Посмотри, впереди. Закрыжем тоже. Все заколотили. Замуровали черти. Да, они его, что-то, что-то его закрутили. Ну, замуровали. Там сейчас тебе голова застрянет. Костя, нет, мы тебя не вытащим потом в жизнь. Не надо туда лезть. Я тебя потом оттуда... Вазелина с собой нет, пошли. Ой, красиво, конечно. Хочется аж туда выйти так. Туда выйти, посмотреть. Представляется, что там такое поле и золотое такое небо. Ой, как красиво. Руки, руки. Все-таки согласился, купился. Ой, как это чисто. А мы с Димой обсуждаем уже планы, что делать на Новый год. Ну, у нас планы великие, в том плане, что у нас вариантов немного. У нас варианты дома с детьми, либо дома с детьми. Но я говорю о том, что я обычно готовлю. Я люблю готовить, но даже на двоих что-то приготовить на Новый год хочется что-то такое, да? Ну, как бы вкусное, необычное, то, что обычно не готовишь. Правда, Дима? Да. А это получается немножечко все равно так, ну, нужно эмоционально, морально вложиться, потратить на это время. Поэтому я предлагаю ему... Есть у нас такие, так скажем, ресторанные предложения. Ну, не только ресторанные. Например, вот я ходила, когда на курсы... Знаете, когда вот такие не курсы, а когда приходишь и как бы урок готовки, там шеф-повар что-то готовит, и вы каждый тоже это готовите, вам показывают, как что. Какие-то такие блюда такие, как... Ну, ресторанные такие, скажем, да? Высокая, более-менее высокая кухня. Всякие там лангустины, например, там, либо какие-то там стейки из тунца, там, что-то такое. Салатики всякие классные. Ну, вот. И вот этот же вот шеф-повар, которому я ходила, он предлагал в прошлом году, по крайней мере, точно был их. За прошлым есть меню, и это можно заказать уже готово. Я, правда, не помню, сколько стоило, но мы говорим о том, что на Новый год можно себя поваловать и заказать уже... Да, один? Ой, простите. Что-то готовое. Ну, мы можем там Сашу позвать к нам. Потому что у нас, как бы, получается... Компания маленькая. Да, да. Ну, и я не думаю, что кому-то прям будет очень с нами интересно сейчас. Поймал, пап. Например, там Таня, скорее всего, все равно где-то будет праздновать. Наташа тоже с кем-нибудь. Катя с Гедеминесом пока планирует... Шапка упала. Не в Латвии праздновать. Ну, в общем, как-то так получается, что... Ну, вот, а Саша... Ну, Саша, посмотрю, Саша, ничего другого не будет вариантов. Тогда к нам придет. Слушай, ты творишь. Ну, что ты творишь? Вот один умеет другого. Один отцепил, а сейчас второй будет идти. Человек-паук. Да, мы так как раз придем к полпятому к машине только. Человек-паук. Пошли. Шея голая. Человек-паук? В общем, предлагаем... Или фантомас. Мы же не знаем, что такое фантомас. Я думаю, что... Многие не знают. Многие не знают. Прошлый год, я не помню. Что-то я готовила в прошлый год. Мы там наготовили... А, и мы делали эти закуски с лососем, с этим, с слоеным тестом, с лососем. А вторые, которые какие-то я делала... Не помню, с чем. Нет, в прошлый год у нас кто-то в гостях даже был. Катя с Гидеминосом. Мы праздновали в четвером. Точно, Катя с Гидеминосом. Я помню, одну закуску я делала. Там был крем... А ведь весело было очень. Крем-сыр я делала, соси и огурчики. А вторую какую-то... То есть нелегальные животные. Да, и вторая вам даже вкуснее понравилась. Не помню, может, и с паштетом что-то делала. Короче. А, да, что-то, по-моему, с паштетами делала, с горячим. Но я сейчас проголодалась уже голодная. Вот, расскажите тоже, что вы готовите. Может, у вас какие-то есть интересные... А то я только все про свои рецепты просто... Может, вы напишите... Кстати, вот девчонки и мальчишки, а также их родители. Так ты чай хочешь или какао? Чай. Чу-чай. Вот, напишите какие-то, может быть, у вас интересные рецепты есть. Новогодних блюд. Хорошо, чай. Новогодних блюд. Или бы не новогодних, может быть, просто какие-то вкусные рецепты. Буду рада, если вы что-то напишите. Может быть, мне будет как идея что-то приготовить. Вот, на... Вообще, на неделю или так. Что-то такое. Единственное, что я точно скажу, что я не люблю сало. Да, то есть, если у вас есть блюдо, которое начинается... Возьмите кусок сала, можете его не писать. Я люблю. Ну, что вы купили? Показывай. Ну, что мы купили? Ребенок хотел душе, он устроил скандал на весь магазин. Адвент? Ну, да, да. Ну, потом мы прошли мимо этого. Пипец. Там был другой, конечно. Меньше, но он не согласился с поменьше. Ну, он поменьше не согласился. Да, мы долго с ним... Алиса, нас, и нас. Мы долго с ним договаривались, что в декабре, то есть, через там, завтра, завтра... Я все время хожу. Мы на пальцах считали. Короче, я уже давно смотрю на календарь Адвент, и я такая думаю, надо ему все купить. Потом думаю, ну он же будет открывать каждый день, не каждый день, вернее, он же захочет все открыть. Сколько стоил киндеровский? Нет, я говорю, что по одному потом каждый день и так дорожит. Сколько киндеровский стоил? По скидке, типа, что ты отсъел? А, ну, нормально. Как он, типа, 20? Ты знаешь, у вас есть Адвент календари с пивом, как ящики с пивом, и каждый день открываешь. Да, и там разные пива разные. Я вот жду, когда свинишком появится. Винишком? Да. Давай я тебе мензубки нальюся. Нет, нормальный ящик надо. Каждый день приколи. По бутылке вина. Вот это месяцок. Прелесть, моя прелесть. Дима готовит свою знаменитую тушеночную картошку. Ты эту тушенку любишь, да? Ну, она из латвийских, самая нормальная, из того, что я покупала. Короче, ждем. Больше всего цельного мяса. И нету всяких там жирных и кожи и прочего. Чего добавляют обычно. Кое-кто все еще любуется на свое, что ему нельзя открывать. Уже попытался пальцем проткнуть. Поругали. Ну, ставьте, ставьте. Это продержим или не продержим. Если сегодня продержимся, то мы спрячемся. Вот так. Вот так. Вот так мы спрячем. Да, зайка, но это нельзя открывать. Потом откроем, да? Такой. Сейчас. Нет, потом. Вот. Ну, вот, короче, такой у нас был день. Такой у нас дребедень дома. Надо немножко разобрать. Порядок довести. Наверное, все на сегодня. Даже он будет почавкать в камеру, когда только картошка есть с тушенкой. Правда? Это как вкусно. Нет, она очень вкусная, но Дима не хочет показывать, как он ее жарит. Прячет от нас. Видите, я вам рецепты показывала. А он нет. Вот так вот. Он жмотится. Ладно. Алиса у нас в этой, в Мамару. Катается, качается. А мне нужно что? Мне нужно вытужить ее одежду. Нельзя открывать. Я тебе сказала, и ты с папой покупал с условием. Нет, нет. Шепчет мне, открой, открой. Нет, нет. Нет, нельзя. Эй, нельзя, сказали, открывать. И чуть-чуть нельзя открывать. Была договоренность. Мы тебе уже откупные две конфеты дали. Вот покушаешь, я тебе дам киндер, другой только. На сегодня все. Такой день дребедень. Всем пока. Ну, кричит он, всем пока, потому что я не снимаю его, потому что там Алиса. Пока как бы... Ну, попозже мы вам ее покажем. Пускай немножко подрастет, правда? Обычно же. Ну, давай еще раз скажи, всем пока. Всем пока. Всем пока, да? Все. Костя сказал, всем пока. Ну, давай, подойди, скажи тоже, всем пока. Все, всем пока. Скипом культурная семья. Ладненько, все, мы будем кушать. Вам приятного аппетита, если вы кушаете. Ну, давай, всем пока еще раз. Всем пока. Да, без ягод. Без ягод. Без ягод. Они манек chу��고. ju на уль? Алиса. Алиса.